В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. В рамках всероссийской акции «С любовью к маме» сотрудники Управления Росгвардии по Ивановской области навестили матерей погибших сыновей. Представители ведомства передали им от имени руководства регионального управления слова признательности и благодарности за воспитание сыновей, которые ценой своей жизни защищали интересы Отечества. Сын Алексей у Галины Александровны Роговской был единственным ребенком опоры и надежды. Однако молодой человек погиб спустя год после ухода в армию. Да, срочная служба. Забрали его в 94-м, а войну убили уже 15 октября 95-го года. А где, в каком месте? В Гудермесе, в Чечне, в Гудермесе. Похоронен он в Афренькове на сельском кладбище. У Надежды Владимировны Степановой после гибели сына Павла в 1997 году в Кизляре осталась дочь. Признается, что вначале было очень тяжело, но она нашла силы жить дальше. Сейчас у нее трое внуков, которые радуют бабушку своими успехами. Было плохо, конечно, первое время. Первое время очень было плохо. Что, надо было жить. У меня еще девочка была, ей было 11 лет. Надо было дальше жить. А что же теперь? Ну уж теперь прошло столько лет. Что вы скажете? Приятно, что приходят поздравляют. Да мы каждый год собирались. Нас они и в Иваново, мы и в Владимире были, мы и в Костроме были. Мы везде были. Нас вот... Мы везде были. Они молодцы у нас. Очень. Мы благодарны им. Даже очень благодарны. То есть не забывали? Нет, нет, нет. Каждый божий год. Только то, что вот нынче коронавирус. Нас, как говорится, да. А так каждый год. Каждый год. Они у нас молодцы. Благодарны мы им все. Офицер ведомства узнал о том, как проходят будни мам, которых они оберегают на протяжении многих лет, поинтересовался о существующих проблемах, а также вопросах и пожеланиях к руководству. Росгвардейцы регулярно навещают семьи погибших сослуживцев и оказывают им посильную помощь. В преддверии Дня матери в Федеральной службе Росконациональной гвардии проводится комплекс мероприятий, посвященных честному празднованию этого мероприятия. В частности, военнослужащие и сотрудники ведомства записывают стихотворения, которые посвящены их мамам и публикуют в видеоблогах своих. Также проводится конкурс видеооткрыток, где, например, наши подшефные подготовили видеооткрытки. Мы провели конкурс и выбрали лучшего из них, а в воскресенье они вручат свои подарки своими любимым, дорогим мамам. Также ежегодно в преддверии этого праздника мы посещаем семьи погибших наших коллег. Всего на учете в Управлении Росгвардии состоит 36 семей погибших сотрудников и у нас служащих. В этот день мы приходим к ним, вручаем им подарки, поздравляем их и чествуем их. Как правило, раньше мы собирались, но в современных условиях это не представляется возможным. Поэтому в индивидуальном порядке приходим и поздравляем их. Всех дорогих и любимых мам нам хотелось бы поздравить с предстоящим праздником и пожелать вам здоровья, прекрасного самочувствия, любви, всех благ вам, всего самого хорошего.